По официальным данным, в 2020 году ФРГ покинули 270 тысяч немцев. При том, что в 2015-м их было всего 140 тысяч. Уезжают самые молодые и трудоспособные люди, а им на смену. Приезжают миллионы беженцев из Ближнего Востока и Африки. Ситуацию усугубляет тот факт, что смертность в Германии на 50% превышает рождаемость. Одним из тех людей, кому пришлось покинуть Германию, стал независимый журналист Ken Jebsen. И у него есть своя версия. Я решила, меня от общественных, от общественных, от общественных, Взбивая, что это было опасно, что в том числе. Дальше я не знал, что я не знал. В том числе, я могу полностью отражаться от людей, если я отражал меня, чтобы я расслабился. О, если я рассчитал мне гранат на бутылку, или я взялал мою машину, или я его учил. Это все движения, я слышал, что я их договорил, что в домашнем домашним домашнем, ввиде в Беларус. В нем было до сих пор, потому что я ссор. но я кукур, и сказал, что нет никакого значения. Если кто-то другит. Я осознаю, как выражает нас кahonикой, к по-к Mehrendе политики, к по-русски, к Paulie, к США, то есть дальше. Это у нас, в таком уровне геществ, который в последние 10 лет оченьcules оказалось. Я иду о том, что кто-то скажет проруссичный. Это не проруссичный, а про-Friedень. Я ввиду в Среднем. Я думаю, что 25-30%로 мы знаем, что это проруссий пошел. За то, что Кен смел высказать независимую позицию по принципиальным вопросам, на него началась настоящая травма. Сначала его обвинили в отрицании Холокоста. Затем уволили из его издания. А через несколько лет после того, как он открыл свой ютуб-канал, видеохостинг заблокировал его навсегда. Хотя видеоролики Кена собирали миллионы просмотров. В марте 2021 года правоохранительные органы Берлина перевели Кена Епсена в статус подозреваемого за распространение якобы дезинформации. И это в стране, которая защищает либерализм, свободу слова и права человека. И я стою здесь с конференцией, после того, как Россия начала военную операцию на Украине, Берлин стал одним из лидеров по введению санкций против Москвы. Но это бумерангом ударило по Германии. Целым отраслям немецкой экономики грозит катастрофа. Но почему Берлин не может просто снять свои же санкции и вернуться к прошлым отношениям с Москвой? Сегодня мы обеспечиваем нашу санкций на русском Оиле. И давайте быть осознанным, это будет не легко. Потому что некоторые страны будут сильно санкции на русском Оиле. Но мы просто должны это сделать. Поэтому сегодня мы предложим, все русские Оиле от Европы. Мы газовые наркоманы, гласит Шпигель. Немецкие журналисты решили разобраться, почему Германия оказалась так зависима от российского газа. И пришли к выводу. Оказывается, дешевые нефть и газ из России были очень выгодны для Берлина на протяжении многих лет. Вы думаете, журналисты почувствовали благодарность и потребовали восстановить отношения с Москвой? Нет. Вывод оказался другим. Во многих бедах ВРГ все равно виноват Владимир Путин. Ведь это он посадил доверчивых немцев на газовую иглу. Вывод оказался дешевых немцев на газовую иглу. Сейчас мы покупаем газ из Америки, и это для 27 долларов. И раньше покупаем американцы для 3 долларов. Что это связано с санкционами? Это просто другое. Это значит, что американцы ловят за нас, и русские думают, что это нужно сделать. Это гражданской экономики. Помогите подмышки, ноги и пах. Это те части тела, которые надо мыть, если чувствуете себя не свежими. Такие советы немецкая газета Бильд дает жителям Германии. И еще, на самом деле, было бы здорово, если бы мы ежедневно дрожали от холода, потому что при этом разрушается жировая ткань. А это уже газета Дивельт объясняет немцам, почему немного померзнуть зимой в своих квартирах совсем не вредно. А померзнуть, похоже, придется. Ведь отопление, как и горячую воду, могут позволить себе все меньше немцев. Интересно, сколько они смогут терпеть такую политику властей? Такие интересные декабря. Годно же у тебя от зимой в зимой власти, все, что горячая вы не можете сделать, чем, как избранное, как были еще возможны? Эти, кто вам это ниже, они должны диктомить, все, что многое дали в год и их очень качество. С flights премьевые нет. И, после этого, мы должны реагировать на руку в том, что в России они ценятся приоружены. Они будут даже приоружены, потому что в санкционах санкционами не вызuses. Поэтому нет евро. И это не так, что не было. Но мы не имеем в России в России, которые не говорят, что мы не делаем. Мы не делаем. Восхищен, что мы не делаем. Потому что, что мы не делаем, мы не делаем. Потому что, в России, в Европе, и в США нет. И мы не можем делать это, война война. Американцы могут сказать, что они там не нравятся. Они не интересуются. я тогда неч. И я говорю, что я должен сказать, что наши интересы, которые наши интересы были, не всегда наши интересы. И если вы хотите, чтобы уничтожить, что уничтожить технологию с русским подсчетком, то есть русские подсчетки и уничтожить технологию. Синт мы ирре? Синт мы ирре?